Сегодня будем говорить опять о неких темпоральных структурах. Просто не складывается иногда такое впечатление, что темпоральность структурную может присвоить объекту только некое «я», которое находится снаружи этого самого предмета. Вот такая бетафора – смотрим на стену, на ней трещина всевозможная. И я, как человек, понимаю, что эти трещины обозначают какую-то структуру. Нет меня, трещины остаются трещиной, структуры нет. И вот вопрос таким образом – зависит ли от субъекта хоть как-то понятие структуры, в первую очередь, темпоральной структуры? Ну, что такое структура? Я говорю, что структура – это нечто, не связанное никак с взаимодействием, но это, с другой стороны, вещь совершенно объективная. В самом деле, рассмотрим два электрона или две каких-нибудь элементарных частицы, пусть даже не заряженных. Ну, допустим, они будут фермионными, то есть спинами на одной и второй. Что это означает, что они образуют систему? А это означает только одно, что они описываются некой единой общей двухчастичной волновой функцией. фермионными функциями. И просто гнется какая-то волновая функция. Вот она, пишем ее фи, она будет от х1 и х2. Она двухчастичная и волновая. Уже сам факт обладания структурой говорит о том, что у них не две функции фи от х1 и фи от х2, а то, что они описываются единой функцией, которая является решением определенного рода времени Шейненгера. То есть это уже то, что накладывает на систему очень много ограничений всевозможных. Ну, давайте посмотрим. Возьмем, скажем, два электрона и посмотрим, что может быть с ними быть. А там другой-то получше есть, пишущий. Ага. Черный, классный. Возьмем, значит... Лучше черный того. Черный, да? Вот. Два электрона. Тогда у нас возможно... Ну, у нас нет магнитного поля. Это что означает? Что функция фи, вот эта наша, она раскладывается на две части. Ну, скажем, на А и С, на две волновых функции. С – это ее чисто спиновая часть, а А – это ее чисто координатная часть. Если нет, повторяем, магнитного поля. Это означает, что А у нас зависит от координат х1 и х2, а С у нас зависит от спинов. С1 и С2. Теперь общая функция должна быть, поскольку у нас формирована, антисимметрична. Что это означает? Что у нас С может быть симметричной. Тогда А будет антисимметричной, и С может быть антисимметричной. Тогда А будет симметричной, соответственно. В этом смысле мы говорим, что если мы отбросим спин в каким-то смысле, то у нас координатная часть волновой функции будет состоять из двух видов. Вот, например, когда она симметричная, А1, и А2, когда она у нас антисимметричная. Антисимметричная. Когда эта часть у нас антисимметричная? К чему это приводит? Это приводит к очень важному эффекту, что при значении х2 равно х1, при х2 и х2 и х1, вот здесь, эта функция обращается в ноль. О том, что у нас существует некое расталкивание, которое никак не связано с физическим взаимодействием. Мое знаменитое, любимое обменное взаимодействие, которое по сути взаимодействием не является. И мы видим, что сама система начинает вести себя каким-то странным образом. Какой я отсюда делаю чисто геометрический вывод? Что понятие структуры в квантовой механике приводит к тому, что мы имеем дело с некой волновой функцией, которая является волновой функцией не каждой частицы по отдельности, а является волновой функцией всей системы сразу. Это приводит к появлению некоторого взаимодействия внутри системы, которая ни в коем случае не является физическим, оно является чисто структурным, оно является симметричным. Во внутреннем круге задач физических оно существенно. Очень существенно. И это как бы все просто. Это простая квантовая механика, о которой можно говорить. Но вот этот факт, что наличие структуры для меня оказывается очень важным. Что структура получается некой объективной характеристикой. Не субъективной. Это не потому, что я смотрю на стенку с трещинами и говорю, а вот здесь лицо Волошина, а здесь лицо Марина Цветаевой или кого-либо еще изображено. Это не мое субъективное мнение. То, что я говорю, не имеет никакое отношение к гештальт-психологии. Оно имеет отношение к тому, что мир действительно устроен объективно. А пространство влияние субъективной формы или объективной формы? Ну, пока я физик, да не объективно, конечно. Нет, нет. Ну как сказать, пока ты физик. Ну, физика объективная. Не так же получается, что если ты физик, то все объективно. Ну, по субботу, когда я по понедельникам и средам физика, тогда не объективно. Когда я по вторникам и чертям, то они все объективны. То есть иногда ты атеист, а иногда когда в церковь заходишь терирующий. Да, да. Да, вот тело именно обстоит именно так, да. Все зависит от дня недели, да. От контекста. То есть истинности никакой нет, а просто есть способ, да, способ, каким мы относимся к чему-либо. А как же 1-10? Ну, 1-10 тоже нет. И это все замечательно. Но теперь можно постараться вести понятие теппаральной волновой функции. Что такое теппаральная волновая функция? Вот так. Если раньше у нас, например, для двух частиц она зависела от координат, это векторные, то есть это три координаты. x2, вот раньше так было, да. x2 это вектор, то есть это три перемена здесь. То она у нас, соответственно, будет зависеть от x1, t1, x2, t2. И это как бы так естественное обобщение получается. Таким образом, вот эту нашу функцию а можно получить из а-темпоральной, просто, грубо говоря, с простым суммированием а-темпоральной по всевозможным временам. Взять их, например, нам сумминется и мы это сделаем. Это вещь, которая кажется самой собой разумеющейся и очень простой в физике. Но почему-то это не сделано. Поэтому в квантовой механике время для всех волновых функций как бы одно и то же. Да? Что бы это такое бы дало? Что бы это дал? И это как раз то простое соотношение, что когда система у нас описывается некой темпоральной волновой функцией вот таким образом, это и означает, что некой субъективности здесь нет. А есть некая система, распределенная во времени. И она описывается общей функцией. Так она сама так хронально как-то развивается? Может и развивается, да? Две твои перемены, ты один и ты два. Как ты интерпретируешь физически это? Два времени? Два времени. Мне кажется понять. Два времени. То есть если у тебя раньше структура была, две частицы, вот рядом стояли такие две частицы, и считалось, что они принадлежат одной структуре, поэтому у них была общая. Но теперь эти две частицы, но они не только на пространстве находятся в разных промежуток времени, но они находятся еще в разных временах. То есть опыт с двумя щелями можно соотносить тех способов, что разные частицы с друг другом коррелируют во времени, так что? Не знаю. Может быть можно, может быть нельзя. Ничего не могу по этому поводу сказать. Но я просто хочу сказать, что это надо. После введения вот такой функции, аналогично волновой, она позволяет понятию темпоральной структуры придать некий физический смысл не субъективный, а объективный. Вроде бы там постоянно Балдачева долбают, что у него понятие темпоральной структуры чисто субъективное. Вот я делаю такую вот штуку, просто объясняю, как оно может быть чисто объективным. А как хронально и темпорально в тебе время различаются? Вот мне вот это интересно. Вот именно в физическом смысле. Ну как-то различается. Что такое два различаются? Во времени, то есть у тебя система одновременно находится... Вот сейчас, если я нахожусь в времени t2, но на меня каким-то странным, не физическим образом, раз они принадлежат к этой структуре, влияет точка, которая находится не только в другой координате в этот самый момент, но и в другом времени, которое было, например, миллион лет назад. Либо у тебя, гадаете, времени различение между собой миллисекундами, то получается, что ты сидишь, и у тебя эта структура, она различена действительно миллисекундами. Но важно здесь, мне важен только объективный характер этого дела. Ну понятно, что сегодня ты решил доказать их объективность, а завтра кушать их субъективность. Да, потому что по вторникам и четвергам у меня филосы. Да, по вторникам и четвергам. Поэтому, как бы, здесь, раз подобного рода вещь есть, разумеется, написать для него волнение Шелингера сложно. Но может кто-то напишет что-то аналогичное, кто его знает, кто меня послушает, возьмет и напишет. Ну, сложная задача. Но тогда у тебя, как и здесь у тебя, в пространстве, болтались два электроника. Извините, ты хочешь сказать, что, условно говоря, у тебя одна частица, так сказать, в одном времени движется, а другая частица в другом? Да, да. И проявление, что они принадлежат к одной темпоральной структуре, является то, что твоя задача описывается одной какой-то общей функцией. С какими-то определенными свойствами, жестко фиксированными. То есть, получается, для времен, значит, сколько угодно. Континьум, да. Как и кондинат, да. Почему континьум? Если у тебя каждая частица соответствует времену. Ну, так у тебя времен-то континьум? Почему? Подожди, подожди. Подожди, давай все-таки начнем с того, что методологически... Ну, как и кондинат, континьум. Все измерять все равно фронально. Правильно же? Все равно. Даже если выводит неправильное время, то это не время в буквальном смысле, это же протяженность. Да, но как это у тебя на практике могло бы быть? Ну, вот, например, представьте себе какую-то очень простую модель физическую во времени. Например, модель Хаббарда, да. Что такое одномерная модель Хаббарда? Это у тебя совокупность таких узлов, ячеечек таких вот, ячеечек. Эти атомы, по ним прыгают электроны. По-нижнему. Их всего два. Вот один здесь находится, другой здесь. В этом случае взаимодействие между ними, то есть гаммитоняне, оно равно нулю. Но когда они оказываются на близких атомах, тогда оно, скажем, равно У. То есть энергия взаимодействия между ними. То есть происходит. То есть можно придумать и трехмерную модель Хаббарда. Потому что у тебя будет трехмерное пространство, заполненное атомами, на нем опять будут прыгать электроны, где они взаимодействуют только попарно. Тогда что у тебя возникает в этой задаче? Если электроны находятся друг от друга, то они ведут себя таким образом, словно они никакой структуре не принадлежат, они свободно передвигаются. Чисто. Да? Как бы получается. А силовое взаимодействие у них бывает только тогда, когда они должны находиться на близких атомах. Но на самом деле все не так. На самом деле эти электроны описываются при всем порядке общей волновой функции, которая должна быть антисимметричной, поскольку они фермионны. Поэтому мы говорим, что они принадлежат одной структуре. Вот. Это вот так задача. И трехмерное пространство так будет. Что у нас, значит, получается? Ну, как мы это можем определить? Игорь писал на самом деле диплом по модели Хабарда. Прыгаем, прыгаем, прыгаем по ним. Здесь они, прыгаем где-то. Как мы почувствовали? А то, что хочется сюда перейти, допустим, если нет взаимодействия, а не получается, поскольку эта ячейка уже другим электроном занята. У тебя здесь возникает мощное обменное взаимодействие, которое себя расталкивает. И таким образом, находясь на позиции одной частицы, и видя по ее поведению, что она ведет себя как-то таким-то странным образом, мы догадываем существование другого электрона и взаимодействие с ними. Здесь в физике должно получиться то же самое. У тебя эта решетка не только двухмерная, но она еще и временная решетка. И ты в какой-то момент времени, у тебя частица начинает понимать, что тебя что-то не пускает. Типа, темпорального обменного взаимодействия можно вести. И так она начинает себя чувствовать. Поэтому задача состоит следующим образом. Придумать некий темпоральный эксперимент, аналог эксперимента Аарона Вабома. Его аналог. То есть придумать такую темпоральную систему, которая по странному поведению частицы какой-то, догадывались, что она является частью другой темпоральной структуры. Придумать я его не могу. Возможно, кто-то придумает. Если вообще этот подход применим для таких маленьких штучек, как физические объекты. Вот так. Вот в этом и состоит задача. Задача весь паузного выступления состоит в том, что по помощи написания вот этих самых А и этих дает придать объективный смысл понятию темпоральности. Не, ну это объективный смысл всегда можно придать. И физика, просто это разный подход получается. Что физика будет рассматривать свои понятия, свои теории, пытаться рассматривать все это как некие объективные свойства самой реальности. Просто это подход физики такой. А философия будет это все рассматривать как некие априорные структуры. Ну, возможно. Которые мы просто проектируем. Я просто хочу... Игорь, почему у тебя времен-то континуум? Ты же координат континуум. Координат не континуум, просто каждая координата принимает континуум значение. Да, континуум. Тогда время оно просто одно, но принимает континуум значение. Во-первых, на самом деле... Подожди, сейчас можно я это говорю? Время в обычном искусстве, безо всяких трепаральностей принимает континуум значение. Смотри, у нас что такое координата частицы? Вот у нас есть одна частица какая-то, да? Она задается в пространстве. Тремя координатами x, x1, x2, x3, x, y, z. И временем t. Есть другая частица, она опять чем задается? 5x и временем t2. Вот, получается столько частиц, столько времен. Да, и столько и координат. Да, но это не континуум соответствует числу частиц. Это да, это да. Но я беру специально простую какую-то понятие структуру. Которая структура, скажем, пятиугольничек такой структуру. Иди, а ты не думал о том, на самом деле, что есть простые бритвы Аккама? Что зачем нам нужно вот такое усложнение физики, если это ничего не даст и ничего не изменит той физики, которая есть? Ну, быть может... Это та же самая проблема, которая была связана, когда вот у нас делали... Ну, быть может, но у нас же есть ситуация, когда мы ввели временную координату, именно на специальной теории относительности. И пережили от простого плоского F2 пространства к пространству времени Минковского. Вот она что-то дала, а почему это так не может дать? Нет, ну там какое-то ввели... Там мы никакое... Там время, оно как и было в классике одно время, так и в теории относительности оно одним временем осталось. Просто мы объединили как бы время и пространство в одну геометрическую структуру. Ну вот, ну так это совсем другое. Нет, но это означает, что ты координаты частицы уже и в классике. Ты его осматривал как координаты во времени и координаты в пространстве, правильно? Ну, как сказать, дело в том, что нет, понимаешь? В теории относительности все равно как бы физический смысл пространства остался... Пространство осталось пространством, время осталось времени. Здесь тоже время осталось времени. У тебя здесь несколько времен. А что это такое? Какой физический смысл? Физический смысл очень простой, что у тебя на частицу, которая находится в моем времени, оказывает влияние частица, которая находится где-то позавчера, в другой точке пространства. Вот в этом простой смысл. Нет, дело в том, что если так интерпретировать, то такое влияние без всякой темпоральности есть. Условно говоря, у тебя частицы различаются, на расстоянии каком-то находятся, поэтому взаимодействие идет конечное время. И поэтому, которая в точке Т1 частицы, на нее влияет... А это более общее такое, чем связанное с конечностью взаимодействия. У меня же нет физического взаимодействия. У меня есть некоторая просто принадлежность их общей структуре. Поэтому оно описывается какой у тебя общей функции. Это более общий подход, чем говорить, что у тебя есть некоторое взаимодействие между прошлым и настоящим. Это связанное со какой-то скоростью. Я понимаю, что это делает. Почему меня это смущает? Да, есть понятие симметрийного взаимодействия в квантомеханике, связанное с координатами. А почему бы нам не придумать то же самое со временем? А почему бы нам не придумать макроскопический туннельный эффект? Да. А почему бы нам не придумать там, я не знаю, там, все что угодно можно сочинять на эту тему? Да, можно, да. Ну так, а что за этим стоит-то? Ну, что-то за этим стоит. А почему ты думаешь, что что-то за этим стоит? Может, это просто голая фантазия? Может быть, голая фантазия, тогда надо объяснить, почему они себя ведут таким образом не симметрично. Может, и стоит голая обстоятельность. Я говорю, что я эффект, который надо предложить, не могу придумать. Здесь, на самом деле, на поверху... Так оно всегда в физике же и происходит, прошу прощения. Оно так. Вот все равно, по-моему, все же отлично понимают, что если у тебя нет целого взаимодействия, то у тебя на частицу ничего не влияет. У тебя нет целого взаимодействия, где-то там потенциал изменяется, а у тебя происходит новый физический эффект. Так и здесь его надо сочинить и придумать, чтобы это перестало быть абстрактной картинкой. Нет, просто есть такое впечатление, что ты время делаешь свойством объекта. А координату? Ну и координату свойства объекта, и время. Ну, может быть... Нет, нет, подожди, нет, подожди. Вот время, это в современной физике время и пространственные координаты, да, они объединены в пространство-время Менковского, как бы это в некотором отношении не свойство объекта, да? Да. А ты делаешь вот время, вот это как временность, да, как темперамент, свойством объекта? Свойством структуры. Свойством структуры, можно сказать? Ну да, делаю. Потому что очень много... Это, получается, характеристика объекта такая. Да. Можно придумать, что она будет не две частицы, не дискретная будет эта штука, а она будет именно протяженность. То есть у тебя тогда будет характеризоваться система координатами центра масс x, y, z, да, время протекания t, и, кроме того, его временная темпоральная структура, tau, и его линейными размерами еще. Почему нет? Да нет, это все возможно. Мы, как в конце концов, можем варьировать некоторого рода представления, пытаться их... Просто у меня пафос, моего выступления, он только в одном состоит, в смысле Балдачева, что темпоральная структура это не трещина на стене. Нет, он имел в виду там другое. Он имел в виду, что мир, до того, как субъект на мир смотрит, мир представляет собой нечто как бы просто неопределенное. Трещина. Да, и определенности возникают, когда субъект эти определенности в виде объекта... Ну, значит, я говорю наоборот, что сам по себе... Сам по себе мир уже существует. Что сам по себе мир обладает импоральной структурой, независимой... И знаешь, что тут разница? Разница просто состоит в том, что он стоит на философской позиции, да? Что пространство... А я не физическое по себе. Пространство и время — это форма чувства, да? Субъективная форма чувства. А ты встал на некого рода объективы. Натурой философской. Натурой философской. Поэтому я тебя и спросил, как у тебя пространство и время-то является? Ну, я тебе объясняю, что по понедельникам и средам я натурой философской. А какой смысл тогда в этой позиции тогда? Что если ты будешь всегда говорить, что пространство и время объективны сегодня, а завтра будут говорить, что они не объективны, ну, в чём состоит, собственно, новизна? Ну, не новизна, а в чём состоит смысл такого утверждения? Что иногда одно, иногда другое. И то, и другое можно защитить. Это называется софистикой. Ничем другим не называется. Софистика именно так и говорит. Она говорит следующее. Она говорит, я сейчас сделаю утверждение, а потом сначала его докажу, а потом на том же самом основании его опровергну. Нет. Но ситуация, она состоит в том, что, грубо говоря, разные регионы, как ты любишь выражаться бытия, с ними привёшь по-своему. Я завтра буду, ну, что-нибудь там полезное сделаю, поработаю, допустим. Это будет радикально отличаться с моего опыта и моего сегодняшних рассуждений. Это не связано, что то, что я завтра сделаю, то, что я сегодня делаю, они между собой противоположны. Просто я сегодня один, а завтра, как бы, грубо говоря, другой. Физик-теоретик иногда готовит себе картошку, жарит на ужин. Его представление о квантовой механике, о времени и пространстве в этот момент не важны. Не, ну просто если темпоральность является некой субъективной характеристикой, которую мы придаём, да? Некоторая не структура самого мира, а мы, как бы, в силу того, что мы субъекты, и мы определённым образом мир воспринимаем, но он для нас определённый. То есть пространство и время являются только субъективной характеристикой мира, который существует только для нас, как для субъекта. В этом есть своя позиция. А когда ты говоришь, что сам мир структурирован... Темпорально, это другая часть. Темпорально, это другая часть. Это вот другая часть. Существенно другая. Существенно. А самое-то важное, что никак ты не можешь к этой самой темпоральности самой по себе пробиться-то никак. То, что всё, что ты сейчас нарисовал, это некоторого рода теоретические какие-то выкладки, которые сами требуют... Я могу поставить такой некий эксперимент, когда ты будешь что-то придумывать? Нет, ну непонятно, что мир это некого рода полнота, и в мире много что есть. И понятно, что когда мы субъект... Когда возникает в мире субъект, то он просто мир ощеленяет, согласно тому, как он это может сделать. Это я просто пытаюсь сейчас обсуждать в терминах онтологии Александра Владачёва. Но! Как ты можешь доказать на самом деле, что вот эти вот все структуры принадлежат самому миру? Как? Если каждый раз они существуют только для некоторого субъекта? Ну так это же вопрос, можно и классической кванатной механики так же адресовать? Конечно! Правильно! И поэтому я тебе и поставил изначально этот вопрос. Всё-таки. Как ты можешь доказать? Что есть некая мировоззренческая предварительная установка. Она либо одна, либо другая. Которая говорит в следующем, что мира нет, а всё это мне кажется. Нет, давайте будем говорить про «кажется». Дело не в «кажется». А дело состоит в том, что то, что есть на самом деле, оно есть для некоторого субъекта. И в нём ровно столько же субъективного, сколько и объективного. Ты не можешь просто сказать, что это чисто объективное, потому что всегда есть субъект. И ты не можешь сказать, что это всё чисто субъективное. Физика устроена таким образом, что у них все вещи кажутся ей объективными. Нет, это неправильно. Потому что у физики установка такая. Да. Так мы это же можем сказать с позиции метафизики, да? Физик проектирует свои конструкции в амни. Да. Физика думает, что всё, что происходит, происходит не в его сознании, а происходит в мире. Вот такая установка у физиков. Я по понедельникам и светам её вполне разделяю. На самом деле, чтобы доказать, что существует нечто иное, его невозможно доказать на уровне метафизическом. Его надо на уровне другом доказывать. На физическом, хотел сказать. И на физическом, и на метафизическом. Невозможно доказать. То есть мы всякий раз будем упираться в то, что существует. Оно существует для некоторого субъекта. И всякий раз будет возникать объективность и субъективность, она будет одновременно возникать. Если ему будет что-то утверждать объективное, то объективное для некоторого субъекта. Значит, оно столь же объективное, сколь субъективное. И вообще, это различие, оно сложно. Его провести в метафизике... Мне бы эксперимент. Мне это досколько все равно. Субъективно, объективно, слова-то не важны. Мне бы эксперимент. В эксперименте всегда будут участвовать наблюдатели. Это понятно, но мне нужен эффект физический. Эффект физический ровного пола есть, есть. Вот здесь есть какой-нибудь эффект, показывающий, что здесь есть темпоральный эффект. У тебя был такой эффект, он связан был с этим, со звездами. Может быть, такие эффекты можно увидеть только для огромных объектов. Да, темпоральных именно. Для микрофизики это невозможно. А для звезд, имеющих... Может быть, там просто темпоральность этих объектов очень маленькая. Поэтому она просто незаметна. Да, я тоже так думаю. А для астрономических объектов, там просто... Ну, масштабы астрономических. Там, может быть, это время просто ее можно увидеть как-то... Да, конечно. Для больших расстояния, для больших объектов, конечно. Но я это и пытался сделать. Там же только, прошу прощения, объяснение. Так появился странный инструмент Козыреву, который вам еще удалось как-то объяснить. Таких вот представлений. Влад говорил, что бритва Акама... Ой, Влад. Стас говорил, что бритва Акама и бритва Акама. Что бриться надо чуть-чуть. Но мне кажется, на самом деле, здесь все-таки... На это, на это отвечаю. Все-таки, на самом деле... Если хорошо побриться, то можно, может быть, без всяких пространений темпоральности взять и объяснить ее в это... Да. Мне вот точно так же кажется, что на самом деле темпоральность это просто еще один язык описания. Что всегда существует много языков описания. Можно перейти на один язык описания. То есть, современный стандартный язык описания, где время только храна. А можно, на самом деле, перейти на язык темпоральности и точно так же с успехом все... Да. То есть, есть как бы надежда, что на старом языке описания, без видения вот таких вещей, Директ Козыреву можно объяснить. А мне для того, чтобы этого сделать, потребовалось... Существует много языков, короче, описания. Мы можем придумать каждый раз... Правильно. Точно так же могу сказать, что для объяснения фотоэффекта по Эйкштейну Ему удалось, пришлось сделать большое количество новых предпосылок физических, Которых гораздо больше он сделал, чем вот сейчас удается сделать. Сейчас мне есть, чтобы объяснять Козыревский эфир. Он же там говорит, что он, например, придумал, что волна может распространяться в пустоте. Не просто в каком-то эфире, как она в ситуации распространялась, а распространяться в пустоте. Что свет – это вообще не волна. А свет – это, грубо говоря, частица. Вот ему больше сделать предпосылок. Тем не менее... Никто не знает, он как часто брился, нет? Ну, по-моему, редко, да, получается? То есть, что такое предпосылок, он здесь явно не пользовался. Да дело не в этом, на самом деле. Мы просто всегда... Вот вспомни, например, Птолемеевский способ описания движения этих планет, да? И как бы и современный. Да. В каком-то отношении... Понятное дело, что сейчас уже мы можем... Современный способ описания, наверное, удобнее, да? И он, наверное, более точный. Да. Но в некотором отношении Птолемейский на каком-то этапе был ничем не хуже, реально. Он вполне как бы спорил с тем описанием другим, да? Вторым. То есть, существовало два описания. И, в принципе, можно же по этими эпициклами и сейчас попытаться так же считать. Да, можно, да. Это же ряд Курье, я так понимаю, правильно? Раскладывается. Не знаю. Только в геометрическом смысле. Ну, не важно. Во-первых, просто... О чем говорить? Насколько это описание может быть потом эмористическая правда? Насколько из него можно действительно... Ну, как ты? Пытаешься что-то объяснить? Можно ли что-то еще новое получить? То есть, это просто некий язык новый. Да. Дает ли нам это язык нечто новое? Дело за эффектами. Или это просто на самом деле просто затуманивает все? За эффектами. Ну, всегда физика двигалась таким образом. Ну, вот возьмем Максвеллский ток смещения. Хопа! Были какие-то уравнения. Максвелл решил, что симметрических никаких соображений не будет косее, если он ведет дополнительный эффект. Через 20 лет открыли. Оказалось, ток смещения. Ну, вот тоже так же. Причем... Я же... Я причем обсуждаю этот вопрос. Нет, нет. Ток смещения это сам дополнительный член уравнения. Ну... То есть, он и был написан Максвелл. А там и просто электромагнитные волны. Ну, так нет. Они показали, что на самом деле, что подобного рода эффект, который предсказывается, имеет место быть. Что во мнении именно формулировки Максвелла оказались правильными. Двадцать лет прошло, после того, как он вел этот член священника. Ну, это все из симметрических соображений. Симметрические. Симметрические. Симметрические соображения. Из геометрических. Я-то что хотел сказать? Я хотел сказать, что когда ты пытаешься объективировать такие вещи, как темпоральность, я думаю, что тут возникают все эти разговоры. Если ты бы говорил, что это чисто специфика субъективная характеристик, что здесь есть субъект, кроме многих других характеристий, есть также характеристика темпоральности. Я никогда не возражал. Потому что, действительно, субъекта – это существенная характеристика. Потому что, есть понятие «внутреннее время». Вот, есть время астрономическое и физическое, а есть некое внутреннее время у субъекта. Ну вот у меня получается... И поэтому можно... Действительно, всегда есть два времени у субъекта. Есть одно время, которое внешнее, и есть некое внутреннее время. Внутреннее сознание времени, как Гусин называет. Поэтому понятие темпоральности для субъектов – это существенная вещь. И причем в антологии, насколько я понимаю, это время связано исключительно с субъектом. Ну пусть, не важно, как у него связано. Мне важен объективный его характер. Но при этом объективности, темпоральности, мне не очень понятно. Ну, тем не менее, вот так. Мне кажется, это новый дополнительный язык. Объективирование некоторого параметра такого. Есть его свойство или температурое такое свойство еще? Объективирование такого я не понимаю. Да, что у объекта есть именно форма, именно свое имена свойство, темпоральность. Что структуру бывают на каждый, а проструктуру бывают времена. У субъекта, да, в его восприятии объекта есть темпоральность, то есть темпоральная характеристика того, что он относит к объекту, это одно. Но если у самого объекта есть темпоральность, это не очень понятно. У объекта есть темпоральность. Хотя, на самом деле, как Александр, если вспомнить, он уже биологически рассматривает объекты, вот они как бы внутри себя содержат темпоральность, в эволюции. И там вроде тоже речь идет о какой-то объективности, что ли. Так надо? Да, да, да. В физике время, оно везде объективно. И вот здесь тоже объективно. Но оно же тебе как объективно? Оно у тебя понедельника по пятницу объективно? Нет, у физиков, которые глупостями не страдают, они с понедельника по воскресенье объективны. Да. Ну нормально, если физик нормальный, физик нормальный, не сумасшедший, то у него с понедельника по воскресенье время объективно. Ну а тогда возражение Стаса, который сказал, что действительно мелодия, огромный волновой пакет. Ну вот так. А что такое мелодия? Давайте смотреть. Вот давай объясни, как это объективно у него. Ну вот, что такое мелодия. Мелодия, грубо говоря, это последователь волновых пакетов. Пошли наши пакеты. Вот у тебя мелодия пошла. Бац! Бугорочек пошел. Потом маленький. Потом вот этот маленький бугорочек. Так? Но. Между ними есть расстояние, есть разница этих высот. Теперь мы взяли эту самую штуку на волновых пакетах. Взяли и развернули ее два раза. И их снизили. То есть у нас получилось здесь маленький пик. Здесь еще такой маленький. Здесь такой большой пик. Мелодия та же самая. А почему та же самая? Та же самая будет восприниматься объективно, как та же самая мелодия. Просто расстояние стало больше. И амплитуда их, то есть громкость знаков уменьшилась. Но структуры то же самое. Потому что структуры есть. Отношения вот этих от этих и расстояние между ними. Ты вот все, что сейчас рисуешь, это все пространственное. Но это все происходит во времени. Вода у тебя вот так идет. Во времени это происходит. Это во времени. Пространственный пакет вот так. Во времени она идет. Вот у тебя. Появилось время, у тебя какой-то звук начал звучать. Вот световая волна, она сразу же в пространстве есть. Так же и эта. Звуковая волна, как световая волна. Как у тебя мелодия происходит? Ты сидишь во времени, слушаешь. Первое время берется, нарастается какой-то звуковой сигнал. Потом он прошел. Потом тишина. Потом меньше, с другой частотой. Вот я же и говорю. Ты сейчас апеллируешь субъекту. Субъект мелодию действительно так воспринимает. Для него темпоральный слиз. Для него мелодия выступает как темпоральный объект. Согласен? А сама-то мелодия в пространстве, она целиком существует. Как волновой пакет. Почему? Ну, а как свет, как волна, она же... Почему она как самая волновая пакет? А здесь она будет точно другая совсем мелодия. Ты хочешь сказать, здесь вот взяли другую картинку? Нет, вот смотри. В пространстве на мелодии разнесена. Я сначала... Во времени она разнесена. Во времени. А в пространстве? В пространстве она нифига не разнесена. В том самом деле вместе в пространстве стоишь, и просто тебе эта мелодия проходит. Ну, до тебя сначала одно долетает, потом второе, потом третье. Ну, только это во времени. А ты его воспринимаешь во времени, но оно идет в пространстве. Где же оно в пространстве-то идет? В пространстве, волна в пространстве же. Да, но тогда ты возьми долгую, когда у тебя состояние будет в два раза больше, а высота пиков в два раза меньше. Подожди, давай как бы сначала обратимся, что такое волна. Вот это, ты ударяешь, допустим... Нет, просто камешек бросаешь в воду, и расходится волна. Она где находится? Подожди, не, подожди, до мелодии дойдем. Вот где находится волна? В пространстве находится волна? Ну, да. А ты говоришь во времени? И во времени тоже. И в пространстве, и времени. Нет, еще раз. У тебя волна, волна с этой точки зрения твоей будет, она вот такая, экспонента. Там И, К, Т, плюс еще там, плюс Р. Нет, вот так, плюс Р, Р, вот. Она у тебя будет вот такая. Нет, давай, здесь лучше К вот так пишем. Здесь будет К, Р, а здесь будет Омега, Т. Вот эта волна твоя будет. Она и во времени, и в пространстве. Да я согласен. Точно так же не надо волну рисовать. Можно камешек бросить, и камешек будет лететь, и он будет ВТ, понимаешь? Он так же будет во времени и в пространстве. Смотри. А здесь у тебя вот эта твоя строгая структура. Расстание, в котором вы пролетаете, будет. Ты эту мелодию можешь даже, как стихотворение, ты по себе можешь читать. Ты когда через тебя по себе читаешь, что это, звуковая волна идет через тебя, сколько? Ты мне структурное лицо. Тын, тын. Четырнадцать лет, а через месяц мне будет пятнадцать. Ты, 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 ты. Еще раз. Ты же ратуешь. Я же не спорю за то, что есть такая субъективная характеристика, как темпоральность. Ты же пытаешься из нее делать нечто объективное. Так объясни, как вот. Физики. Физики я пытаюсь это сделать. Физики. Пытаюсь сделать это. Вот любая волна, она нечто физическое. И физическое оно распространяется в пространстве. Любая волна. Будь то волна на воде, будь то световая волна, будь то звуковая волна. И в пространстве, и во времени распространяется. Она не распространяется во времени, она существует во времени. Существует во времени, распространяется в пространстве. А когда полностью пространство есть. Но воспринимаем мы ее, конечно, во времени. В отличие от, я имею в виду звуковую волну, в нашем восприятии как мелодия происходит только во времени. И она становится в мелодии только во времени. Но сама волна, как некий объект, который стоит за этой мелодией, она существует просто раз. У тебя здесь следует следующее преобразование. Если у тебя мелодия и волна, у тебя получается вот это самое, КХ, видно, плюс Омега Т, экспонента с амплитудами АИ. Вот сумма АИ там, ПАИ каких-то еще. Я одно не понимаю, зачем ты формулы пишешь? Это разве что-то прибавляет в объяснение. Я понимаю, что есть временной член в уравнении, и что? Нет, 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 нет. Я тебе хочу сказать, что у тебя структура, она у тебя как раз не сводится ни К, ни к Омеге, относятся к их соотношению, скажем, К и Омеге, два раза если увеличишь, если амплитуду ты в два раза уменьшишь. Понимаешь? То есть у тебя ты про волну забыл, ты в уме-то ее произносишь. Сопрещаю, если у тебя в каждый момент времени просто, так сказать, имеется пространственное распределение каких-то, так сказать, интенсивностей колебаний, допустим. Вот о чем речь идет. Ну, пространственный момент. Вот, но мелодия, это разве это? Мелодия не это. Нет, ну давайте так возьмем. Мелодия же не это. Правильно. Мелодия, еще раз. Мелодия, это не распределение в тот же самый момент, пострадательный момент. Ты правильно говоришь, наконец-то. Только мелодию воспринимать может субъект. Мелодии объективно нет. Никакой мелодии-то объективно нет. Мелодия есть только для субъекта, который ее воспринимает. Для него есть. И ты параллель, для него есть. И мелодия идет им только для субъекта. Только для субъекта. А сама по себе она волна, но какой-то там пакет в этом множественный, Он не летит и летит в пространстве, ничего не способного нет. Но он не мелодия, а для нас она мелодия. Простите, но мелодия, как некоторые сущности, различные мелодии, независимо существуют. Вот мелодия 9 симфонии Витховена существует. Для нас. Для нас. В этом смысле объективно как существует. Она существует как волны, как какие-то волны, но это не... Старую граммофонную пластинку. Вот все мелодии, симфония, вся там. Это физический объект. А уже как мелодия, как музыка, как субъективное восприятие и так далее, это уже процесс психологический. Мы ее можем задом наперед крутить. Паралис это только субъективная характеристика, которую мы накладываем на реальность. Это чистый инструмент рассмотрения чего-то. У нас опять то же самое, уравнение Шеренгера. Оно объективное или субъективное? Да уравнение объективное. Сила равно масса, масса равно на ускорение. Субъективное или объективное? Это инструмент. Некоторые из уравнений субъективное, а некоторые объективное. Нет, вот второй закон Ньютона. Он субъективный или объективный? Я всякий раз только его усматривал. Так и мелодия точно так же объективна. Как и второй закон Ньютона. Но это странно. Понимаешь, тут вопрос всегда к чему свойства. У тебя получается есть объект. Нет, нет, а чего странного? У тебя действительно закон, второй закон Ньютона, это объективный закон. Но ты в мире его не видишь. А что вообще проблема? Это объект такой, в нем написано второй закон Ньютона. И все же такое, там каекница. И как бы философски подойти к этому. Но не существует объекта без субъекта. Я понимаю, что ты оберегаешься на том философии, где как вроде можно так рассуждать. Но на самом деле это рассуждение не проходит. Так нельзя рассуждать. Нельзя рассуждать об объектах без субъекта. Объекты всегда существуют только для субъекта. И поэтому на самом деле тейпаралис, ты пытаешься ее гипостазировать, сказать, что есть объективный тейпаралис. А я тебе говорю, что это только способ, каким мы субъекты воспринимаем. Как хипостранственность, она тоже такая же? Пространственность нет, наверное. Пространство все-таки можно пытаться доказывать, что он объективный. Пространство существует без субъекта? Нет, конечно, не существует. Тоже не существует. Вы как говорите, на самом деле можно пытаться доказывать. В пространство и время, а если у тебя пространство, пространственная структура объективна, то тебе тейпаралис тоже объективна. Если у тебя это правильно, то не обязательно обязательно Нет, еще раз, давайте все-таки время и пространство Всегда так Не, не всегда так. Время и пространство с разными сущностями Давайте лучше не смешать Потому что есть некоторое внутреннее время На самом деле есть даже некоторые внутренние пространства Согласен Но все-таки это совершенно разные сущности И вот так вот бывает через запятую Это как Камп это делает, так это рассуждать о них нельзя Это совершенно существенно разное Сущности пространства и времени Ну, надо же как-то о чем-то говорить Не сущности, как в смысле Аристотеля, а сущности в смысле того, о чем мы говорим. То, что отвечает на вопрос что. Понимаешь? Что значит сущность? Сущность это то, что отвечает на вопрос что. Просто я предлагаю быть последовательным. А последовательность состоит в том, что если у тебя есть пространственная структура, то есть с этим параллельно. Вот смотри, по поводу мелодии. Второй концерт Рахманина отличается от первого концерта Ищенковского, потому что во времени вот эти вот колебания идут там по-разному, да? Разные колебания. Нет, нет, Игорь, я понял. Я понял, твоя ошибка. Ведь ты неправильно говоришь. Второй закон от первого концерта Ищенковского отличается с одним в втором мелодии. Одна, а у второго другая. Нет, подожди, подожди, давай вернемся к разговору. Сила, сила равно масса на ускорение, я могу сказать на русском языке, я могу сказать на языке Зулуцев. Ладно, подожди, давай как бы не сводить все в пустой болтовне, это уже пустое. А колебания волн будет разные. Вот темпоральность и пространство соотносить вместе нельзя, потому что можно говорить о пространственности и времени, а темпоральность это нечто другое. Темпоральность это протяженность, протяженность некое свойство объекта, это совсем другое. Поэтому, когда мы говорим про пространственность и временность, это одно. А про темпоральность это вообще не что-то. А когда мы говорим о пространственной структуре, то тут же мы говорим о некой темпоральности, то есть о временном протяженности. Правильно. А еще нам еще не мешает говорить о протяженности во времени. И классическая философия об этом говорит. Но ведь ты говоришь о темпоральности, о свойстве объекта, во временности, в смысле свойства объекта. Это совсем другое. Это не протяженность. А у тебя протяжённость в пространстве это свойства объекта? Протяжённость в пространстве нет. Как нет? А, протяжённость есть и длина. В смысле? Да, длина. Ну а так же и протяжённость alcohol, и то же свойства. Я понимаю, ну что ты говорил. Ну если всё понимаем, то в чём вопрос-то? Знаешь, круто. Не-не-не, вопрос который состоит в том, что мы говорим о том, что... Не все равно не удается доказать этой параллельности в смысле ее объективности. Нельзя указать, на самом деле, что у объектов есть такая характеристика. Можно приписывать, но доказать, что это объективно, невозможно. Понятно, и протяженность примерно... А почему мы можем доказать? Чтобы меня вот этот стол, протяженность заключенная. Протяженность нельзя. Потому что никто не знает, это миллион столов или один стол. Нельзя доказать, потому что сам стол... Объясняешь, почему нельзя? Потому что я сам стол выделяю таким образом, как структуру. Если я захочу, не стол выделяю, а всю комнату целиком. Отметьте, что у меня разрешающая возможность микроскопа не позволяет. То у меня вот и нету протяженности у стола. Вроде так. Поэтому, темпоральная протяженность и ее протяженность в пространстве... Протяженность некая. Если сказал А, то ты должен говорить Б. Никак логически не исследуется, что существует протяженность в пространстве, что должна быть некая размытость во времени, как ты говоришь. Да, да. И как логически из этого... На самом деле, знаешь, что это ошибка состоит? Ошибка состоит в том, что время понимается как нечто пространственное. Потому что протяженность во времени... Ну, так именно. Может, да. Да. И уже на этом, между прочим, Бердсон указывал. Да. Что нельзя время понимать как нечто протяженное, по аналогии того, как мы понимаем пространство. А он понимал... У него вся теория на это... У него теория эволюции и прочее. Все, что он указывает на то, что время надо понимать как некую длительность. Особое. Нечто другое совершенно. Вот другое сущее. Ну, понятно. Понятно. А ты сейчас опять же апеллируешь тому, что время должно пониматься... К физике. Да, к физике. Аналогично тому, что понимается как пространство. По аналогии. Протяженность, умирен и прочее. Георгу Фридриху Марию, там, т.д. и так далее. Он тоже говорил, с унитоновской механики в настоящий момент пространство сильно отличено от времени. Но в будущем в науке, описался в начале 19 века, подобное пространение дел будет сменено. Но более правильно. Да, ничего в этом особенного нет. То, что гипостазируются физики, там, какие-то отдельные понятия. Потом это было начало лет назад. В этом ничего страшного нет для физики. Понимаешь, что философия же, она же все-таки рефлективная дисциплина. Она должна все-таки отдавать отчет, что как бы принадлежит самой объективности, а чем субъективно построить. Чем ремесло физика отличается от физико-теоретика от философа, мы поговорим о ремесле нашего следующего обсуждения. Все. 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 Все.